Девчонки, всем привет! Меня зовут Света и вы находитесь на моем канале. В сегодняшнем своем видео хочу объединить два сюжета. Два одинаковых сюжета, которые посвящены распаковке посылок, которые я заказала вот из этого магазина пряжи. Магазин называется Настенька. С этим магазином я столкнулась совершенно случайно, когда просто в поисковике набрала секционная пряжа. И там, конечно, неимоверное количество пряжи вышло. Но каким-то образом я обратила внимание на недорогую пряжу с хорошими скидками и прошла в этот магазин и заказала посылочку. Та посылочка, которая будет показана, распакована чуть позже, мне пришла гораздо раньше. Эта посылочка пришла буквально сегодня. Но так как пряжа и в той, и в этой посылке в основном однотипная, просто разных расцветок, я решила объединить эти видео и сделать такой один сюжет по распаковке. И то, что пришло позже, я вставлю в первой части видеоролика, а то, что пришло раньше, будет во второй части видеоролика. Ну, уж так получилось. И сейчас вместе с вами я приготовила ножнички и разрежу эту посылочку. Мы посмотрим, что за пряжа мне сегодня пришла. Очень приятно, что в этом магазине есть довольно хорошие скидки и часто бывают распродажи. И когда в других магазинах видишь, что пряжа там довольно дорогая, то в этом магазине пряжа Настенька, там, в принципе, ассортимент небольшой. Но пряжа такого и качества неплохого и недорогая. То есть не то, что недорогая, там есть очень неплохие скидки. Так, ну и посмотрим теперь. Так, ух ты, какая яркость. Ну, вот здесь вы сейчас видите, что пряжа вся очень яркая и вся пряжа секционная. Да, вот видите, она немножечко такая вот местами запутанная, распотрошенная. Ну, я еще раз говорю, что я купила всю эту пряжу по скидкам, поэтому она такая. Сейчас я раскрою. В общем, вся эта пряжа предназначена для вязания носочков. Я была очень долгое время занята вязанием балаклав. И теперь, когда у меня закончились заказы на балаклавы, ну, сезон заканчивается, да. Вот, и у меня уже такое желание повязать носочки. Я очень соскучилась по вязанию носочков. И как бы готовлю для себя платформу для того, чтобы начать вязать носочки. Подготавливаю очень много пряжи. Те носочки, которые я вязала в совместных проектах, свяжи себе пару. Ну, там 2.0 в мою пользу. Еще много каких совместных проектов я все почти подарила. Мне осталось буквально пару носочков. Это тигровые носочки и носочки в стиле Барбери. Вот эти две пары у меня остались. И теперь мне надо в обязательном порядке начать вязать носочки. И я уже начала, начинаю точнее вязать их. И буду показывать тоже в своих видео. Сейчас мы посмотрим с вами пряжу. Сейчас я буду доставать одинаковую пряжу, чтобы сразу мы смотрели характеристики и цвета. Так, тоже. Итак, вот эти три цвета. Это одна пряжа, которая называется Ализе Экстра Фолклорик Ботик. Такое вот название этой пряжи. По характеристикам 100% акрил. Причем акрил, девочки, такой вот мягкий, немножечко шелковистый какой-то. Но неплохого качества. Рекомендуемые спицы 2,5-4. Так, полотно получается из них плотностью 24 петли на 32 ряда. Это 10 на 10 сантиметров. Так, в 100 граммах 220 метров. Так, значит здесь 100 граммов, да? Но на вид платочки такие небольшие, похожие на 50-граммовые. Я думала 50 граммов. Так, я не сказала цвет. Color 4893. Это вот такая вот пряжа, очень яркая. Я думаю, из нее получатся такие интересные яркие носочки. Ну, девочки, это 100% акрил. Здесь, скорее всего, носочки будут такие не для тепла, а для красоты. В принципе, у нас в нашей местности носочки покупают именно с такой целью, чтобы, ну, как бы показать, да, что у меня есть такие вот носочки ручной работы. И мне их подарили. Поэтому я вот взяла эту пряжу для того, чтобы делать такие приятные подарки своим друзьям, знакомым и близким. Все то же самое по этой пряже, только здесь другой цвет. И здесь Color 4895. Так. Вот посмотрите, какая она яркая. Здесь, я бы сказала, такая расцветка осени, да? Как бы еще и зеленая листва, и желтая, и красная, и уже такая вот побуревшая. И я думаю, очень будут красивые носочки. Мне очень интересно, как ложатся секции. Когда я покупала эту пряжу и выбирала палитру, там были указаны. В общем, была фотография, где была показана, как ложатся секции на этой пряже. Сейчас, к сожалению, я вам не могу показать, потому что я выбирала через компьютер. И, соответственно, еще вот такой вот молточек. И здесь Color 4884. Тоже такой интересный цвет. Мои любимые цвета. И мое одно из любимых сочетаний. Это такой вот восточный стиль, да? Скажем так, бирюзовый, коричневый, охра, золотистый. В общем, вот такие вот три моточка пряжи. Класс! Мне очень нравятся. Я очень переживала то, что я заказала акрил и думала, стоило ли, а надо было ли. Может быть, надо было еще добавить и купить подороже. Там все такое. Ну, все-таки взяла. Хочется, да? Вот купила. И сейчас я пока что на данном этапе не жалею. В общем, это пряжа Alize Extra. Посмотрим следующую пряжу. Достаю свой пакет. И тоже буду складывать вот так же рядышком. И будем потом рассматривать. Это пряжа вот тоже у меня одного типа. Так. Пакеты выбрасываем и смотрим. Это пряжа Alize Burcum. Кажется, это тоже акрил. Сейчас посмотрим, уточним. Alize Burcum Baby Batik. Четыре вот таких ярких цвета, которые мне тоже очень понравились. Если бы у меня была дорогая пряжа таких расцветок, я бы, наверное, была очень счастлива. Но посмотрим по мере развития моего канала. Если, конечно, я добьюсь того, чего я хочу. Всю свою, весь свой заработок с YouTube я буду тратить на покупку пряжи. Радовать себя, своих близких. И, в общем, удовлетворять ту цель, которая была мною поставлена. Итак, начнем смотреть, что за пряжа. Это пряжа Alize Burcum Baby Batik. Так. Сто процентный акрил, как я и сказала. Значит, я хорошо запомнила. Так. Спицы рекомендуемые 4,6. Плотность в связании 17 петель на 25 рядов 10 на 10 сантиметров. Так. В 100 граммах 210 метров. А здесь сколько было? Так. Здесь 220 метров. Здесь 210 метров. Чуть меньше. И здесь колор у меня получается 47,89. Очень приятная такая летняя какая-то яркая расцветка. Приятные цвета. И мне очень нравится. Я думаю, классно. В принципе, мне все пряжи, которые сегодня пришли, очень нравятся по расцветке. Но то, что акрил, конечно, не очень. Но ничего. Все нормально. Следующая пряжа. Яркая такая клумбская расцветка. Я думаю, будет очень интересно и красиво. Кстати, здесь показано, как ложатся секции. Скорее всего, вот нечто вроде этого будет. И все те же самые характеристики, за исключением лота. Так. Цвета. Здесь цвет 26,81. Вот такая яркая, классная пряжа. Так. Здесь на фотографии такой ребеночек. Наверное, подобная пряжа, только другого колора, вложится вот так же. А моя будет, наверное, вот так, я думаю. Но интересно, как она будет в носочках смотреться. Вот смотрите, как будет эта пряжа смотреться. Так. Здесь есть еще картинка. Нет. Примерно вот так вот. Так. Следующая пряжа. Уже здесь такие более спокойные расцветки. Так. Что вы можете нам показать? Нету картинки, да? Как она ложится. В общем, более спокойные расцветки у этой пряжи. И здесь колор 65,40. Здесь преобладает светлые тона. Но, однако, вот здесь есть такой темно-зеленый, какой-то болотный, серый, джинсовый такой, синий цвет, голубой, нежно-бежевый и белый. Большое количество цветов и интересные сочетания. Я тоже думаю, будет очень красиво. И еще вот такая вот пряжа. Это тоже довольно яркий цвет. Так. И здесь колор идет. Так, а где же колор? Так, здесь на задней стороне этикетки колор. А тут почему-то я не вижу. Так, странно. Так, девочки, я не вижу здесь номер цвета. Нет, нигде нету. Скорее всего, было где-то наклеено, но, наверное, отклеилось и упало. Не могу сказать вам номер цвета, но вы вот видите, какие здесь интересные и приятные цвета. Тоже похоже на осенние расцветки. Вот, девочки, вот такая вот пряжа. Мне пришла сегодня так. Я сейчас разложу так, чтобы было видно. Так. Вот такая пряжа. Класс, как ярко смотрится все на экране. Мне очень нравится. В общем, девочки, вот эта пряжа, которая мне пришла сегодня. И чуть позже я вам покажу, какая пряжа мне пришла тоже секционная. Это будет... Так, ладно, не буду говорить, пока увидите в видео. Но она тоже очень-очень красивая, которую я давно искала. И она тоже попалась мне в магазине Настенька на распродаже. И стоила гораздо дешевле. Все это я вам скажу немного позже. В общем, вот такая вот у меня приятная, яркая рукодельная покупочка. Будем вязать носочки. Все буду вам показывать. Смотрите мое видео и увидите много чего интересного. До следующего включения. Так, девочки. В общем, я потом уже залезла в пакет и нашла вот эту вот ведомость. Да, или как ее назвать. В общем, хочу вам сказать, какие цены у этой пряжи, которую я купила. Ализе. Руком Бэби Ботик. 143 рубля. Один моток. В общем, вся эта пряжа стоит, каждый моточек по 143 рубля. И теперь Ализе. Так, экстра. Фойл Клорик. Как, по-моему, так написано здесь. Тоже три цвета. И каждая из этой пряжи стоит 90 рублей. Общая стоимость моей посылки составляет 842 рубля. И доставка 180 рублей. 1022 рубля всего. Девчонки, хочу обратить ваше внимание на итоговую сумму. У меня, в общем, итог 842 рубля. И доставка 180 рублей. Обратите внимание. И всего 1022 рубля. К чему я это говорю. Да, к тому, что эта посылочка, если я правильно понимаю, шла из города Кирова. Озон, в общем, пункт выдачи. Через Озона нашла. Доставка стоила всего 180 рублей. А та пряжа, которую я выписывала из магазина «Бабушкин кот», который находится где-то в Подмосковье, по-моему, доставка мне обошлась 820 рублей. Вы представляете? Я думаю, не такая уж большая разница там доставка из Кирова или из Москвы до нашего города. Но, однако, какая существенная разница. Почти, ну, такая же, да, как общая стоимость моей пряжи. Это очень дорого. Хочется заказать вот из магазина «Бабушкин кот», потому что там довольно хорошая бюджетная пряжа. Но доставка, девочки, кусается прям очень больно. Поэтому очень интересно, почему так. А доставка «Бабушкин кот» была через Почту России. Возможно, поэтому, не знаю, здесь через Озон. Может быть, поэтому дешевле. Хотя вот это вот, видите, 180 рублей, это прям прелесть. В общем, вот то, что я хотела вам показать. Это если кому-то интересна стоимость этой пряжи и какие там скидки. Не знаю, как в других магазинах. Я не сравнивала, но приятные цены.